друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзор гаджетов и мобильных устройств и герой сегодняшнего обзора это защищенный смартфон от компании caterpillar кат с 42 h плюс и именно в этой приставочки h плюс и кроется то ради чего многие и готовы покупать этот смартфон а именно те кто связаны с медициной врачи на различные скажем так люди которые работают в лабораториях химических и биологических в общем все те кто соприкасаются с бактериями вирусами и так далее дело все в том что h плюс говорит нам о том что корпус телефона обработан специальными составами с ионами серебра ну и h плюс означает hygiene plus protection то есть гигиеническая защита которая позволяет убивать болезнетворные бактерии и вирусы с поверхности этого телефона и собственно говоря вы можете телефон в случае необходимости обрабатывать не только водой но и спиртовыми и хлор содержащими составами в общем действительно специализированное устройство и данный телефончик скорее рассчитан именно на профессионалов в медицинской биологической сфере нежели простых людей дело все в том что телефон довольно дорогой и менее чем за 20000 рублей вы его не найдете дело все в том что телефон довольно дорогой и при цене более 20000 рублей здесь у нас очень скромная начинка helio a20 под капотом всего лишь 3 гига оперативки и 32 гига встроенной памяти но и все остальное здесь довольно скромно здесь даже нету сканера отпечатка пальцев опять-таки повторюсь это специализированное устройство созданное специально для людей которые занимаются медициной биологии химии так далее в общем действительно специализированный инструмент и именно так к нему и стоит относиться это не игровое устройство играть в игрушки скорее всего на нем никто никогда не будет максимум что посмотреть youtube чик немножко хрома немножко соц сети и в основном звонки 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 и мессенджеры но с этим телефон справляется играючи здесь даже есть модуль nfc что также может быть полезно не только для оплаты но также допустим для различных nfc меток которые бывают в лабораториях и здесь можно зашить какие-то доступы с помощью nfc в общем каждый компонент который есть в этом телефоне здесь не просто так а потому что это действительно необходимо сам по себе телефончик смотрится очень приятно прорезиненный корпус экран здесь небольшой hd плюс разрешение ну и вес телефона несмотря на то что это защищенный смартфон не превышает 220 грамм здесь у нас достаточно большое количество кнопок они большие и даже если вы будете в перчатках вы с легкостью сможете их нажимать есть программируемая клавиша клавиша у нас включение такая ребристая опять же чтобы можно было ее ощущать на ощупь ну и вот эти вот прорезиненные углы говорят о том что телефончик справится даже с падениями в общем действительно защищенный смартфон как он есть но давайте посмотрим на тесты которые я сделал но здесь конечно же все довольно таки грустно helio a20 под капотом очень очень слабенькое устройство менее 80 тысяч попугайчиков конечно для 21 года это крайне мало но опять таки повторюсь смотря для чего для игр и каких-то мощных программ до для защищенного специализированного устройства я думаю что это нормально и большего в принципе и не требуется но и geekbench тоже показывает очень скромные результаты менее 500 баллов на все восемь ядер на одно ядро ну просто смешные сто тридцать четыре балла опять таки повторюсь специализированное устройство и ему быть супер мощным наверное не нужно внутренний накопитель на 32 гига здесь у нас и ммц шка менее 100 мигов мы получаем на запись но зато на чтение довольно неплохо почти что 300 так что не самый стыдный накопитель но и плюс ко всему его и расширить можно за счет sd карты так что без всяких проблем вы сможете это сделать ну и модуль вай фай здесь двух диапазон и несмотря на то что здесь у нас скромное железо на этом экономить не стали и довольно неплохие скорости скачки и загрузки мы получаем мой провайдер выдает 300 мегабит но здесь получаем чуть больше 200 что на скачку что на загрузку сделаем скидку на слабенькое железо и такой вот толстый защищенный корпус вполне возможно ну что сигналу довольно сложно пробиваться внутрь но тем не менее скорости неплохие вам естественно для всего с головой хватит ну и естественно в защищенных смартфонах очень важно наличие хорошего модуля gps здесь как раз таковой очень быстро нашел спутники точность великолепная 2 метра практически все спутники зеленые так что без проблем вы найдете дорогу назад даже если будете находиться посреди какой-нибудь тайги или чаще по связи здесь все отлично использовал две симки ростелеком и мегафон без проблем он ловил 4g ну практически везде и крепко держался за сеть но и слышал я прекрасно за счет динамика очень классный слуховой динамик мне понравился и микрофон тоже довольно чутки меня также хорошо слышали с точки зрения производительности и работы скажем так его как ну такого телефона для потребления контента здесь понятное дело иногда придется немножко подождать иногда придется дождаться загрузок каких-то страничек и так далее но тем не менее даже тяжелые сайты в принципе грузится нормально можно попробовать загрузить яндекс там довольно тяжелая лента дзен ну и посмотрим как он собственно говоря с этим справиться ну и здесь в принципе как мы видим ну есть конечно же подгрузки да 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 здесь телефончику приходится немножко подумать но тем не менее когда подгрузки все произведены здесь все нормально можно в принципе неплохо смотреть и каких-то прям особых проблем здесь мы не замечаем в общем экран сам по себе несмотря на то что он hd плюс разрешение неплохой и довольно качественные цветопередачи здесь радует и яркости в принципе в достатке звук здесь конечно же моно динамик здесь один но он в принципе довольно качественный давайте послушаем я бы даже сказал что находясь в помещении максимальная громкость здесь избыточной вам достаточно будет даже 50 процентный в общем по громкости все нормально но сам по себе динамик довольно скромный здесь естественно обрубленные высокие низкие частоты мы слышим только серединку но по крайней мере он не хрипит не сопит в общем все в этом плане хорошо повторюсь это не игровое устройство поэтому игрушки я здесь даже не запускал но уверен что какие-нибудь шахматы шашки и 3 вряд здесь без проблем пойдут ну а что-то другое более серьезное понятно на этом устройстве запускать никто и не будет в плане камер здесь тоже все очень и очень скромно кадры получаются не очень яркими не очень сочными и даже на улице но я бы не сказал что прям таки вас порадует ну на четверочку на не наверное камера снимает здесь у нас 13 мегапиксельный модуль но не более того если приближать то видно конечно и что детализации не хватает и есть некая размытость в общем не самая здесь навороченная камера но опять таки повторюсь это понятно это специализированное устройство и камера здесь может пригодиться разве что ну наверное челкнуть какой-то текст быстро не знаю рецепт там или еще что-то вряд ли кто-то будет использовать подобное устройство как какой-то фото флагман да она здесь есть пишет и видео в принципе но получается не так чтобы очень хорошо ну и фронталка здесь тоже но можно сказать что для галочки не самое лучшее но давайте посмотрим примеры фото и видео вы все сами для себя решите и а и и и и и и и Ну а такую картинку мы получаем при съемке на улице. Сегодня денечек такой пасмурный, но тем не менее на улице светло. Естественно, никакой стабилизации нету. Видео трясется, ну и картинка сама особо не радует, если честно. Хромает и цветопередача, и какое-то все серое, неуютное что ли. В общем, понятное дело, что видео, к сожалению, не конек данного защищенного смартфона. Ну и вот такое вот видео получается при записи на фронтальную камеру. Пишется также в 1080p. И такое же все серое, неуютное. Понятное дело, что сегодня пасмурно, но тем не менее, многие смартфоны делают картинку даже в пасмурный день, более жизнерадостной, яркой и насыщенной. Но это, к сожалению, не данный случай. Ну и отсутствие электронной стабилизации, конечно, сказывается. Картиночка получается тряской. Что можно сказать и как резюмировать? Да, это действительно такое специализированное устройство. И те, кто ищет подобное устройство, мне кажется, за 20-ку его купят. Не так много телефонов, которые соответствуют высоким стандартам и которые имеют сертификацию именно с точки зрения защиты от бактерий. Я, в принципе, ну вот разве что о таком телефоне знаю, больше ни о каких не слышал. Поэтому здесь, конечно, в первую очередь именно этот фактор будет решающим, а все остальное, железо и так далее, мне кажется, это будет такое вот второстепенное и не самое главное. Поэтому профессионалы, те, кому нужен подобный телефон, мне кажется, за 20 тысяч его купят без всяких проблем. Ну а простым смертным, нам с вами, мне кажется, этот телефон, ну, наверное, и не нужен. Достаточно большое количество защищенных смартфонов есть гораздо дешевле, даже на более интересном железе. Так что оставим это устройство для докторов и тех, кто связан с медициной. Ну что ж, на сим данный обзор буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я буду прощаться. С вами был Айс. Всем пока.